В свое время, когда я учился в 33-й школе, нас Жанна Михайловна обзывала дебильными детьми. Может быть, мы и дебильные дети, что же там такого плохого. Но в некотором смысле мы не совсем дебилы, понимаете? Теперь я вам объясню ситуацию. Есть такое понятие, как дебильные банки. Так вот, дебильный банк, в моем понятии, так это банк Кредит Европа Банк. Это чистый дебильный банк. Мягко говоря, вот смотрите, у нас типа кризис, который начался в 2007 году. До 2007 года все нормально работали, все плохали. Все было нормально. То есть кризис, он начался в Америке, естественно. Перекредитация населения произошла. Столько было этих ипотек, что все сразу задумывались, зачем платить такие бешеные бабки, за что, непонятно. Дома вообще ни из чего сделаны, а цена почти под полмиллиона долларов. Ну, естественно, все это дело завалилось, естественным образом. А второй, типа кризис 2015 года и 2014 год. Кто опять виноват? Мы что ли? Да мы работали как с вами, так и продолжаем работать. То есть если у меня до того момента, когда я работал, до 2007 года у меня деньги были 10 тысяч долларов, то потом все это дело начало уменьшаться, 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 уменьшаться и уменьшаться. Второй банковский кризис. Кто сочинил? Ну кто? Вы что ли сочинили? Да у вас что денег столько много, что вы миллионы долларов могли себе купить? Да нет, конечно. Так же банки все это дело сочинили. То есть вопрос в чем заключается? Эти самые дивные банки, типа тысячи человек, типа их много было, типа в России, купили себе, в смысле не купили, не заключили договора, взяли бабки там за бугром, а тут оказалось, что отдавать надо. И все ломанулись покупать, естественно, доллары. А за что еще? Они же брали деньги в долларах. И еще раз говорю, это не был ни кризис, ни телевидение, ни кризис работников структурной сферы, ни кризис работников строителей. Нет, 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 нет. К металлургам там тоже никакого отношения нет. Это все устроили банки. Представляете, банки. Теперь другой вопрос. До того момента, когда были нормальные деньги, я тоже брал кредиты, естественно. Когда я понимал, что инфляция у нас ого-го какая, а проценты ниже, тогда можно было брать деньги. Теперь мы видим, что? Мы видим снижение темпов инфляции. Типа сейчас говорят, инфляция, куда она разгонится, кто что будет покупать. Я вот что-то не въезжаю. Да, понятно, что мы сейчас можем покупать электронику по цене выше. Ну, что же делать? Банки, спасибо, банкам огромные. Просто сушибательное спасибо вашим гадским банкам. Так вот, в 2007 году я также набрал кредит, примерно 7 миллионов рублей. А в 2009 году я пришел к зеркалу и сказал, что Леша, вот нежели богато и нефига начинать. После всего прочего, хотелось каким-то образом сохранить нормальное, позитивное лицо перед банками. То есть, там случилось, а не хотелось бы, а вдруг банки должны были нам что-то еще предложить. И пришлось перехватывать эти деньги. Если бы такое не случилось, я бы никогда эти бабки не перехватил этого долбанного и самого идиотского кредита Европа-банка. Но я перехватил эти бабки. Потом что началось? То же самое. У вас то же самое, что у меня. Тут вопросов нет. У всех все абсолютно одинаково. Естественно, пошли неплатежи. Естественно, начинаются проблемы какие-то там. Ты пытаешься погасить один платеж, другого нет. Вот это был геморрой. Да, да, да. Но, естественно, там какие-то такие ставочки тоже у них начали вырастать. Такие весьма прикольные. Сейчас я расскажу про эти дивные ставки. Может быть, вам тоже понадобится. То бишь, ребят, процентная ставка, которую вы не доплатили по кредиту, она начинается когда? Из чего? Она начинается с того самого момента, когда процентная ставка и началась. Но вы думаете, что это вот к вашему платежу, который вы не совершили? Нет, нифига. Вся процентная ставка идет к тому моменту, когда вы только дело заключили. Представляете, сколько заключили? И вот туда. И там ценники такие будут. Ой-ой-ой. Естественно, я со всем этим делом пободался. И мы отсудили то, что нужно было. Они мне там предлагали сумму по 500 тысяч рублей. За что? Я у них брал всего 150 рублей. Они там что, с дуба рухнули, что ли? Ну так вот, мы с ними посудились. А еще раз, допоминаю, для этого дивного кредита Европа Банка. Я бы показал, где он находится, представляете? Ну, не было его. Я бы никогда деньги не заплатил, если бы человек не пришел и не сказал, что, Леша, мне очень нравится-то у Ниссан Скайлайн, и я тебе готов за него заплатить сумму в разы больше. Я, естественно, забрал, рассчитался. Тут особых проблем-то и не было. То есть мы не будем говорить, что у меня какие-то проблемы с банком. Нет, у банков были проблемы с чем-то. Но, тем не менее, я им все это дело отдал, и все было нормально. Теперь возникает самый последний вопрос. То есть, когда вопрос с банком у вас решен? Вопрос с банком у вас решается после того, как был суд. Суд был, и все. Как только завершен суд, в смысле, до того момента, когда вы отдали свои деньги на рассмотрение в суд, все, никаких процентов, никогда больше никто не платит. Слово о том, что у людей тоже проблемы с ипотекой, со всеми делами. Ну, подумайте, может быть, будет проще как-то там продать машины, еще чего-то. Потому что, ну, проблемы же с этими тараканами бешеными. Вот. Как только идет вопрос к суда, все разговоры с банком прекращаются. Ясно? А тем более, когда суд вынес решение о том, что вы должны заплатить. Все разговоры с банком на этом завершены. Завершены. Все, до свидания. Мы заплатим, естественно. А разговоры о том, что банку бы хотелось, банк берет и засовывает их себе в свою замечательную мохнатую жопу. Понятно? Вот так вот. Ну, вот у кредитов и ОПРБанка, у этого дебильного, конченного, я бы сказал, еще и абсолютно баранчатого банка, этот вопрос не возник. То есть, они думают, что я с ним дальнейшее буду рассказывать. Да нет, ребята. Был суд, я вас послал куда подальше. И суд то же самое. Сказал, отдай им эти бабки и пошли их куда подальше. Но кто-то еще там думает, что я им что-то должен. Да нет, господа, вы придите ко мне. Я вас поставлю раком. Ваши долбаные коллекторские агентства. Объясню эту долбанную ситуацию. И все это дело поймете. Вот так вот работаем мы. И эту мысль передаем вам. Уважаемые мои любители интернет-издания моего, личного. Алексей Чиликин, естественно.